Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова и это прямой эфир для абитуриентов. Сегодня мы поговорим о поступлении в Институт финансов и управления, извините, экономики и финансов Казанского федерального университета. Абитуриенты, напоминаю, что вы можете задать свои вопросы в нашей группе ВКонтакте КФУ и на эти вопросы ответят наши эксперты, приглашенные гости, руководитель Центра заочного и дистанционного образования Андрей Константинович Дашин. Здравствуйте. И ответственный по вопросам приема Института управления экономики и финансов КФУ Руслан Анатольевич. Улингов. Здравствуйте. Добрый день. Я дам вам пару слов, вступительное слово. Да, спасибо. Мы представляем одно из структурных подразделений Казанского федерального университета, как уже сказали, Институт управления экономики и финансов. Хотим отметить, что наш институт является одним из самых крупных подразделений университета. В настоящее время у нас обучается 6 тысяч студентов различных форм обучения, более 300 преподавателей работают в институте. В нашем институте имеется 12 различных направлений подготовки и более 10 программ направления магистратуры. Но поскольку сегодня, пока мы говорим о бакалавриате, мы чуть подробнее об этом. По названию нашего института вы понимаете, что, прежде всего, наш профиль – это управленческие направления, экономические, менеджмент и так далее. Но я хочу сказать, что наш институт очень широко профильный. То есть, кроме направления экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, управления персоналом, у нас есть такие направления, как торговое дело, сервис, туризм, гостиничное дело, педагогическое образование с профилем географии и экологии, направления географии, картографии геоинформатики, природообустройства и водопользования. То есть, очень широкий спектр различных направлений и специальностей. Поэтому, я думаю, что каждый абитуриент может выбрать себе, скажем так, по своим интересам одно из направлений для поступления в наш институт. Мы будем рады видеть вас вначале в приемной кампании, но и будем надеяться, что будем рады видеть вас уже и как будущих студентов нашего института и, соответственно, Казанского федерального университета. Я добавлю, есть все формы обучения, очные, заочные, очно-заочные. Есть бакалавриат, специалитет, магистратура, аспиратура. Полный цикл форм и условия обучения. Спасибо. Да, обо всем этом мы еще более подробно поговорим. И давайте предлагаю начать отвечать на вопросы. Здравствуйте. И первый вопрос будет таков. Какие направления есть у вас на бакалавриате? Еще раз можем проговорить. Только что у нас был Андрей Константинович. Давайте еще раз озвучить. А да, да, может быть, так уже более подробно. Прежде всего, это направление экономика, на котором есть 10 различных профилей, ну, проще говоря, специализаций, да, скажем так. Потому что в рамках направлений есть различные профили. Это бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кредит, экономика предприятий и организаций, корпоративные финансы, мировая региональная экономика и так далее. Не буду все перечислять, поскольку в плане приема все они обозначены. Еще одно такое большое направление – это менеджмент, где тоже почти порядка около 10 различных профилей. Управление бизнесом, финансовый менеджмент и так далее. И, кроме того, как я сказал, отдельное направление – государственное и муниципальное управление, управление персоналом, торговое дело, сервис, туризм, гостиничная деятельность, направление педагогическое образование с двумя профилями подготовки, география, направление картографии, геоинформатика, направление природообустройства и водопользования. По-моему, не забыл ни одно. Можете про профили комментировать? Нет? Наверняка, витуренты внимания обратят, что если, допустим, посмотрели на экономику, и на путь в экономике много-много профилей – бухучет, финансовый кредит, корпоративные финансы. Да, я немножко туда поясню, потому что, действительно, пока не очень все понимают, о чем идет речь. То есть студенты поступают на первый курс на направление, в данном случае направление экономика. И после второго курса студенты выбирают профили. То есть первые два года обучения идут по общим дисциплинам данного направления, а затем уже выбирают различные профили. Причем студенты сами выбирают свой профиль, исходя из своих интересов, исходя из видения своей будущей профессии. И, как я сказал, спектр профилей очень широкий. Вы можете посмотреть в плане приема, и я думаю, что каждый может выбрать себе будущую профессию, поскольку именно там уже формируется на третьем и четвертом курсе профессиональная профильная дисциплина. Есть небольшие исключения. Сразу надо прокомментировать. Например, на экономике есть такое направление, как внутренний контроль. И данный профиль выделяется отдельной строчкой. Это означает, что тут выбора нет, вы поступаете на внутренний контроль, и все четыре года обучаетесь, выбора нет. На менеджменте есть программы с выбором, а есть программы типа предпринимательства, международный бизнес, куда поступаем с первого курса, и все четыре года на этом профиле обучаемся. Хорошо, тогда предлагаю перейти к следующему вопросу. Сколько стоит обучение в вашем институте, и планируется ли повышение стоимости? Так, вилка, значит, от заочной формы обучения 50 тысяч до 95 тысяч очно-заочно экономика менеджмента. Ну и дальше очная форма от 130 педобразований до 204 экономика международный бизнес. То есть вилка, стоимость довольно-таки обширная, но в этом году стоимость обучения остается прежней, такой же, как в прошлом году, мы на это и рассчитываем. Но официально в мае, когда приемная комиссия приказ по стоимости объявит, вот тогда мы точно узнаем, какова будет стоимость. Но мы ожидаем, что стоимость подниматься не будет, останется на прежнем уровне. Хорошо, тогда следующий вопрос. Почему в плане приема нет заочного обучения, и есть ли оно вообще отделение это, и есть ли бюджетные места на нем? Давайте я, наверное, отвечу, поскольку вопрос такой часто, так сказать, задаваемый. Ну, во-первых, сразу хочу уточнить. В плане приема у нас есть заочная форма обучения по одному из направлений – гостиничное дело. И там есть вообще-то бюджетные места, 25 бюджетных мест, поэтому все это можно увидеть. Скорее всего, вопрос задается в части направления экономика и менеджмент, где абитуриенты видят очно-заочную форму. Я поясню. Дело в том, что с выходом новых федеральных государственных образовательных стандартов по основным таким гуманитарным направлениям, как экономика, менеджмент, психология, юриспруденция, с 1 января 2021 года в Российской Федерации фактически, ну, скажем так, прекратила свое существование заочная форма. И осталась только очная и очно-заочная форма. Формально заочная форма есть, но там написано, что по ней могут обучаться только студенты, получающие второе высшее образование. Понятно, что это единицы, и практически можно говорить уже о исчезновении заочной формы. Еще раз подчеркиваю, по этим направлениям, не по всем. Но мы прекрасно понимаем, что есть достаточно большая категория абитуриентов, которые хотели бы совмещать работу и учебу в университете, в частности, в нашем институте. Не все просто могут, скажем так, обучаться по очной форме. В связи с этим мы, скажем так, в сложивших условиях постарались, ну, максимально, что называется, адаптировать, приблизить вот эту очно-заочную форму к возможностям заочного обучения. Я коротко поясню, как происходит процедура обучения по очно-заочной форме, вот по этим двум направлениям – экономика и менеджмент. В течение семестра по субботам читаются лекции студентам. Наверное, понятно, почему по субботам, поскольку люди работают. Причем казанские студенты приходят в аудиторию студентов, проживающих в Казани, а для иностранных и нагородних студентов лекции читаются дистанционно. А затем два раза в год, как обычно, январь-февраль, май-июнь, проходят сессии уже в очном формате. Там все студенты присутствуют очно. Во время этих сессий идут, в том числе, семинарские и практические занятия. Студенты дают зачеты и экзамены. Вот таким образом, скажем так, очно-заочная форма пришла на смену заочной форме. Но, как вы понимаете, мы максимально постарались сделать ее удобной для тех, кто хотел бы совмещать обучение параллельно с работой. Спасибо за ответ. Тогда дальше. Следующий вопрос. Есть ли рассрочка по оплате обучения и можно ли платить частями? Давайте, наверное, тоже отвечу. В соответствии с договором, который заключают студенты, которые поступают на контрактную форму обучения, разумеется, речь вот об этих студентах, устанавливается годовая форма оплаты, но речь идет обычно о том, что студенты оплачивают два раза в год. То есть первая половина года – это оплата до 1 сентября, то есть начала учебного года, и вторая половина стоимости годовой оплаты до 1 февраля, то есть, по сути, перед началом второго семестра. Поэтому, в принципе, студенты могут вот эту годовую стоимость оплаты разделить на две части и оплачивать два раза в год. Хорошо, спасибо. Как подать документы на поступление в онлайн-режиме иногородним абитуриентам? Способ подачи многолетний, он не меняется. Прием уже, кстати, идет. Абитуриенты из стран зарубежья уже могут подавать документы. С 1 марта прием открыт. Ребята из России могут начать подавать документы с 20 июня. То есть в социально-образовательную сеть «Буду студентом» заходим на сайт kpfo.ru и там уже интуитивно абитуриенту и школьнику нажимаете, и вы тут же переходите на нашу социально-образовательную сеть «Буду студентом». Проходим регистрацию, заполняем анкету, прикрепляем документы, паспорт, аттестат, фотографии и подаем заявление. Все предельно просто. Если есть сомнения, что вы справитесь или вам проще приехать в приемную комиссию, мы будем вам рады. Улица Кремлевская, дом 35. С 20 июня мы начинаем прием документов. Хорошо. Сотрудничаете ли вы с работодателями? Такой вопрос. Давайте я могу ответить. У нас всегда были и на сегодняшний день остаются очень тесные контакты с работодателями. Если речь вести опять же об основных наших направлениях, экономика, менеджмент, у нас есть хорошие тесные связи и с нашими основными предприятиями, как Казань, так и Республики Татарстан. У нас очень тесные контакты с аудиторскими фирмами, с так называемой «Большой четверкой» мировых аудиторских фирм. И в данном случае, наверное, никакие обстоятельства не могут помешать вот этим контактам, поскольку эти аудиторские фирмы достаточно давно работают в России. Но, кроме того, конечно, есть и наши отечественные аудиторские фирмы. Поэтому с этими работодатели у нас очень хорошие контакты. Более того, как правило, уже где-то начиная со второго-третьего курса представители многих фирм приходят к нам, к студентам, проводят тестирование, проводят их опросы и уже, начиная с третьего курса, в рамках производственной практики или дополнительно приглашают их на стажировки. То есть, фактически, к окончанию обучения студенты уже, можно сказать, трудоустроены. Причем трудоустроены действительно в такие крупные организации, которые позволяют им в дальнейшем рассчитывать и на хороший карьерный, профессиональный рост. Поэтому вот в этом плане у нас проблем нет. И, скажем так, проблем с трудоустройством наших выпускников мы, в общем-то, до сих пор пока не видели. Надеемся, что их не будут. Следующий вопрос. Какие направления есть в магистратуре и есть ли бюджет в данном формате обучения? Направление магистратуры – это экономика, менеджмент, финансы, госмуниципальное управление, управление персоналом, туризм, предобразование, география, картография, природопоспользовательство, водопользование. То есть есть также и форма обучения – очная, очно-заочная и заочная. То есть спектр очень широкий. И в этом году в магистратуре довольно-таки много местных бюджетов, поэтому поступить на бюджет – это очень даже реально. Поэтому смело подавать заявление. Особенно много мест на очно-заочной форме обучения. Вот там шанс резко вырастает. Ну и напомню, вы же можете подавать на неограниченное количество направлений. Если в бакалавриате можно подать только на 5 направлений, в магистратуре такого нет ограничений, поэтому пробовать нужно. Спасибо. Какие стипендии предусмотрены для студентов? Такой вопрос. Стипендии есть базовые, есть социальные стипендии, есть повышенные стипендии. Насколько я знаю, есть у нас ребята, которые получают в месяц 25 тысяч. То есть это не каждый, конечно, студент столько получает, но ребята, которые активно себя проявляют, то есть имеют шанс получать довольно-таки нормальную стипендию, на которой можно прожить. Кроме того, есть еще различные, так сказать, именные стипендии, которые устанавливают различные фонды, банковские организации, поэтому многие студенты на это претендуют и, так сказать, получают эти стипендии. Там, в общем-то, достаточно неплохие суммы, которые уже были озвучены. Интересует дополнительная программа, которая начинается у вас в мае, основа экономического анализа и финансового менеджмента. Не могли бы вы нам немного подробнее про нее рассказать? Ну, наверное, я скажу, поскольку все-таки это немножко за рамками, как это сможет наша сегодняшняя тема, да, мы речь вели о приеме, но тем не менее, раз вопрос есть, конечно, не ответим. У нас, действительно, есть ряд различных программ дополнительного профессионального образования, и в том числе вот та, о которой сейчас идет речь, основа экономического анализа и финансового менеджмента, но это, если не ошибаюсь, уже где-то третий набор на эту программу, и, в общем, по предыдущим отзывам слушатели программы, оказывается, остались довольны пройденным материалом. То есть, это программа, которая прежде всего рассчитана на экономистов предприятий, на финансовых работников, на заместителей руководителей по экономическим и финансовым вопросам. Данная программа предусматривает ознакомление слушателей с основными принципами проведения экономического анализа в хозяйствующих субъектах, в организациях, на предприятиях и с элементами финансового управления, финансового менеджмента. То есть, эта программа у нас идет параллельно. Есть и другие дополнительные профессиональные образовательные программы, в частности, подготовка профессиональных бухгалтеров, аудиторов и так далее. Но вот та программа, которая конкретно была задана на вопрос, я немножко вам, так сказать, о ней рассказывал. Еще одна программа, я думаю, тоже будет абитуриентам интересна. Есть абитуриенты, которые понимают, что после первого курса еще много сил и чего-то хочется. Так вот, для таких абитуриентов, студентов уже, да, есть программа дополнительная, переводчик в сфере профессиональной коммуникации. То есть, двух-трехлетние курсы в зависимости от базового уровня. Вы можете четвертому курсу получить диплом экономиста, менеджера, управленца и еще диплом переводчика в сфере своей профессиональной коммуникации. Это очень популярное направление. Те, кто понимает, что потянет, то есть с успехом обучаются уже на двух направлениях и получают два полноценных диплома. Действительно интересно. Ну, перейдем к следующему вопросу. Звучит он так. Я студент из Египта, хотел бы поступить на вашу магистратуру. Когда и куда подавать документы и где найти всю информацию? Так, значит, как я уже проговаривал, уже можно подавать документы. Если вы документ об образовании еще не имеете, это не препятствие, можно уже подать заявление электронное. В мае начинаются экзамены. В магистратуру экзамен трехступенчатый. Тестирование максимально 50 баллов. Мотивационное письмо максимально 20 баллов. И портфолио максимально 30 баллов. Суммарно 100. То есть подробнее узнать о программе экзаменов в магистратуру можно на сайте приемной комиссии. Вкладка «Магистратура. Программы вступительных испытаний». Ну, вот коротко так. То есть это более чем реально. Все экзамены онлайн. Мотивационное письмо, портфолио формируется. И две папки высылаются на почту, которая в программе экзаменов указана. И тестирование проходим в мае, например, если уже сейчас подать заявление. И в конце мая вы будете понимать, что вы уже студент Казанского федерального университета. Это более чем реально. Спасибо. Как раз таки про вступительные экзамены. Проводите ли вы внутренние экзамены для тех, кто не сдает ЕГЭ? Как раз таки. Проводим для выпускников на базе среднего профобразования. Как раз таки о них речь идет. Это русский язык, экономика и математика. Хорошо, спасибо. И чем помимо учебы можно заняться студентам вашего института? Есть ли научные или творческие какие-то объединения, возможно? Есть все и с очень большим запасом. Есть спортивные кружки, секции, танцы, наука. Например, в этом году наши ребята получили первое место по какому-то, я не помню какой именно, научный кружок. Получают гран-при на разных танцевальных конкурсах. Очень сильные спортсмены. То есть, если студент имеет какие-то наклонности, кроме учебы, если время позволяет, то может заниматься многими вещами. Танцы, спорт, наука и так далее. Еще один вопрос. Какие проходные баллы были на управление персоналом в прошлом году? Так, если конкретно управление персоналом, проходной балл был 265. Я, конечно, на 1-2 могу балл ошибиться? Нет, 265. Но в этом году на этой программе нет бюджета, поэтому проходной балл, соответственно, резко понижается. На платную форму обучения, как правило, 165-170 баллов проходной. Так, ну тогда заключительный тут вопрос. Если возникнут еще какие-то вопросы по поводу поступления, куда можно обратиться и где найти информацию? На сайте приемной комиссии есть график проведения дней отрытых дверей. Мы каждый месяц проводим офлайн дни отрытых дверей. Мы рады всегда вас видеть. Можно телефон записать 8-93-76-1-1-2-1-1-2. Это телефон приемной комиссии нашего института. Мы всегда на связи и готовы вам помочь. Хорошо, тогда если вопросов больше нет, передаем заключительное слово. Уважаемые абитуриенты, их родители, если вы нас слушаете, то мы очень ждем вас в наш институт. Хочу от себя лично вам пожелать, чтобы абитуриент и родитель летом были одной командой. Очень тяжело, когда абитуриент и родитель не имеют общую точку зрения по поводу, куда же ребенок поступит. Вот я бы хотел, чтобы вы к лету четко понимали, что вы хотите и куда вы бы хотели поступить. Ну и читайте правила приема, потому что это тот документ, который летом вам сбережет очень много нервов. А если есть какие-то вопросы по правилам приема, мы всегда к вашим услугам. Спасибо большое, что пришли сегодня, ответили на вопросы. На этом мы будем заканчивать наш эфир. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова